Сюда вы едете в горы и сумасшедшее небо, голубое, ветра нет, штирь просто бомба. 12 тысяч рублей это за час, мне кажется это безумие. Сейчас волки воют, я отошел, слышите? Ничего себе, это у вас там так красиво, так круто, мы даже понятия не имели. I see them everywhere, things we used to share, it's gonna get easier in time, to look back and see the memories shine. Because we've burned bright ever since that first night, when you guessed my name right, just before we came. Обязательно берем лопату на случай откапывания каракт. I don't ever want to lose that moment, even if I had to face this pain again, I don't ever want to be something you can't become. Just promise that you still remember, how we used to be, so thanks for all the memories, let's not be enemies anymore. Первая точка на нашем пути в Лаганаки, она так и называется, смотровая площадка. Первая смотровая площадка находится в часе езды от Майкопа. Вот здесь такие обозначения, проживание, частная территория, сейчас огородили здесь заборчиком все, но можно пройти и здесь строят вот эти вот прозрачные открытые отели, ну как номерки, да, такие в форме купола. Их сейчас строят, они должны были уже открыться к Новому году, но ну как, как все у нас бывает. И в скором времени откроются вот эти вот номера и будет очень круто, можно будет арендовать. Ну ждем, ждем. Вид потрясающий сейчас, когда внизу в городе у вас все покрыто туманом, все пасмурно. Сюда вы едете в горы и сумасшедшее небо, голубое, ветра нет, штир, просто бомб. На Кавказе очень много интересных мест. И одно из них – плато Лаганаки, расположенное на Западном Кавказе, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Почти вся территория плато, известная своими альпийскими лугами, входит в состав майкопского района республики Адыгея. Плато Лаганаки, занимающее площадь около 800 квадратных километров, поражает путешественников своей первозданной природой и разнообразием ландшафтов. Плато входит в состав Кавказского заповедника, а маршрут через него довольно популярен среди подготовленных туристов. Здесь проходит эколого-туристический маршрут номер 1, бывший всесоюзный туристический маршрут номер 30, один из самых старейших и популярных в СССР маршрутов. А его продолжительность составляет 20 дней. Здесь же на плато Лаганаки есть и турбаза для любителей горнолыжного спорта. Лаганаки располагаются между двух рек Белая и Пшеха под тремя горными вершинами Фишт, Аштен и Пшехасу. Здесь солнце палит безумное, на небе не облачко. И из Майкопа полтора часа и мы здесь на плато Лаганаки. Здесь, значит, у вас получается заповедник Лаганаки и вы можете, конечно, туда войти, погулять. Там полтора километра спокойно можно туда уходить, но за это вам нужно заплатить по 300 рублей с человека. Значит, на маршруте, пока мы ехали, встретилось несколько таких укатанных горок. Здесь на лыжах я никого не видел, чтобы катались. Ну и, честно говоря, инфраструктура здесь для лыжников слабая, поэтому, собственно говоря, здесь никого нет, кроме тюбинга, дети. Ну так, как бы развлечения, но ничего такого профессионального, сверхъестественного. Можно взять досочку, подняться, но здесь нет сейчас никаких подъемников, ничего такого. Вы можете взять в прокат, значит, и тюбинг взять в прокат, и взять в прокат снегоход и уехать. Несколько дней шел снег, и когда снег только начинает идти, то ехать сюда, ну, немножко, конечно, опасно, потому что дороги сразу же не расчищаются, и можно встрять так конкретно. Ну, эвакуаторы есть, здесь тоже стоят знаки с эвакуацией, ну, поэтому всегда иметь при себе лопату, это, конечно, лучше, чем ехать без лопаты, потому что откапываться, если чуть что, придется ручками. Но дорогу здесь укатали быстро, и сегодня, вообще, я бы сказал бы, дорога идеальная, идеальная. Горафишт – самая высокая вершина Лаганакия. Когда-то давно она была островом в доисторическом океане. В переводе с адыгейского означает «седая голова». Ее высота составляет более 2860 метров над уровнем моря. Говорят, она настолько высокая, что ее голова с сединой видна из Краснодара. А сколько стоили снегоходы, ты не спрашивал? О, на мой взгляд, безумная цена. Короткий маршрут – 1600 метров в одну сторону, то есть 3200, получается. У нас 3500 один снегаход. Второй маршрут, не помню сколько, 8000 рублей. Третий маршрут – 10, завершающий. Маршрут 24 километра в сумме, то есть 12 километров до горы Блям и 12 назад – 12 тысяч рублей. А сколько длится вот этот маршрут за 12 тысяч? Ну, по моим прикидкам, 24 километра легко можно проехать с остановками за час, потому что на ровных участках снегоход идет больше 40-50, ну, он может до 80 километров в час достигать. А это ты мне говоришь цены на человека? Нет, это я говорю цены на один снегоход. То есть на одном снегоходе могут ехать два человека, но обязательно будет второй снегоход – это инструктор, который будет сопровождать вас, устранять ошибки, контролировать движение. Так что примерно так. Ну, я помню старые цены. Я здесь начинал еще 1000 рублей в час, и это было не так давно. Потом цены поднялись до 2000 рублей в час, и был большой спрос. Но получается 12 тысяч рублей – это за час, мне кажется, это безумие. Это безумие, реально безумие. Еще одно место, которое может вам приглянуться – это турбаза «Горная». Находится она в 30 минутах от плата Лаганаки. И здесь, значит, есть и ресторан, гостиничный комплекс «Сибирь». Здесь есть и домики, где можно остаться. Здесь есть и оборудованные площадки для занятия спорта, игры для детей, домики различные. Отсюда же организуются всякие различные сплавы. А Адыге известна своими сплавами на байдарках, рафтинге. Здесь по реке Белой проводятся ежегодные чемпионаты мира по сплавам, собственно говоря. Поэтому одно из мест, куда вы можете заехать. И здесь же есть смотровая площадка. Здесь же в Лаганаках располагается Большая Азишская пещера, по соседству с Малой, вместе с которой они составляют пещерную систему. Они находятся точно у границы Краснодарского края и Республики Адыгея, между речи рек Белая и Курджипс. Глубина большой пещеры составляет около 650 метров. Для туристов открыты только 200. Пещера была исследована местными жителями первый раз в 1910 году, а в 1973-м получила статус природного памятника. На территории пещеры простираются объемные галереи на разных ярусах и большие залы, которые украшены удивительными сталактитами и сталагмитами. Еще одно место, которое я вам буду рекомендовать здесь, в Адыгее, если вы соберетесь приехать посмотреть Лаганаки, посмотреть горы, это Даховская Слобода, это гостиничный комплекс. На мой взгляд, это, наверное, одно из лучших мест здесь. Здесь у вас есть, естественно, номера разного уровня. Здесь у вас есть, значит, банька. Здесь у вас есть бассейнчики. Здесь вот, пожалуйста, у вас тут прудик. Развлекайся, как хочу. Здесь можно и покушать хорошо для детей, есть детские площадки. И вот это место, оно очень удобно тем, что здесь буквально 10 минут, и вы на Хаджогских каньонах. Хаджогский каньон. Здесь также 7 минут, и вы на водопадах Руфабга. Здесь 40 минут, и вы наверху на Плато, Азишская пещера, все здесь рукой подать. То есть место прямо вот рядом со всем, и здесь же Гузериполь. Сейчас, кстати, температура 3 градуса здесь, 3 градуса. Наверху было 5. Очень красивое место, все из дерева, из дерева, да, вот эти вот, получается, дома. А наверху построили такое вот что-то готическое, такие легкие элементы готики. Там номера подороже. Вторая по величине гора, под вершиной которой Лаганаки, это Аштен. Высота 2804 метра над уровнем моря. Название горы состоит из двух адыгейских слов. Ошу, что значит град, и Тене, застревать. То есть дословно это место, где застревает град. Гора Пшихасу имеет также и другое название, Чуба, что с адыгейского переводится как много быков. Чубе. Вероятно, гора названа именно так, потому что на ее склонах в хаотичном порядке расположены глыбы, напоминающие издалека быков. Следующая рекомендованная к посещению гора в Адыгее, Гузериполь. Высота которой 2158 метров. Касательно перевода ее названия, есть разные версии. Ориентир в пути, место наблюдателя, или просто место, откуда все видно. Здесь и в самом деле открывается прекрасный вид на Фишт и Аштен. А также видны горы Тыпта и Абагу. Находится гора Гузериполь в одноименном поселке, в долине реки Белая. Погода нас продолжает баловать уже второй день. Вчера было изумительное солнце, мы поснимали Лаганаки, а сейчас мы приехали в знаменитую хаджожскую теснину. По сути это каньоны. Вот погуляем с вами, посмотрим. За входик мы отдали 500 рублей, это вам финансовая информация. 500 рублей за человека. То есть если вы заберете сюда ехать, ну считайте сами, сколько вам понадобится денег. Вот сразу же на входе тут павлины, кролики, цесарки. Может быть яйца несут домашние. Медведи еще, кстати, были здесь когда-то. Сейчас волки воют, я отошел. Слышите? Вот так вот волки, надеюсь, что слышно сейчас. И сразу же вот в 10 метров от входа у вас вот такой мост через весь каньон с дырками. Поэтому кто боится высоты. Я здесь бывал неоднократно в прошлом, но последний раз был лет, наверное, 7 назад. И многие кричат. Ну страшного ничего нет, но многие кричат, потому что боятся высоты. И отсюда слышен шум воды внизу. Я вам сейчас все покажу. В завершение адыгейского путешествия отправляйтесь посмотреть Хаджокскую теснину. Она же Каменомостский каньон, являющийся своеобразной визитной карточкой республики. А также загляните к водопадам Руфабга. Теснина представляет собой участок ущелья реки Белая. И располагается она на окраине поселка Каменомостский. Место примечательно своей истории. Именно здесь в свое время вершился суд казанского хана Мухаммеда Амина. Осужденных бросали в ущелье. И если кто-то выживал, это приравнивалось к оправданию грешника. Водопады ручья Руфабга в Майкопском районе представляют собой каскад водопадов, которых всего 16. Начинается маршрут с водопада Три Братца. Затем выходим к водопаду Шум, который, что логично, слышно уже издалека. Далее идут водопады каскадные, состоящие из небольших ступенек. Сердце Руфабга название водопадом давали туристы. А вот для сердца Руфабга они придумали еще и целую легенду. Руфабга – злой колдун и великан, некогда живший в этих краях и забиравший в плен самых красивых девушек. Однажды один храбрый юноша, Хаджох, решил, что пришло время покончить с этим злом. В Адыгейских горах он нашел мудрого волшебника, который дал юноше специальный порошок, которым тот воспользовался с целью сбить великана с ног. И когда злодей упал, юноша вырвал из его груди огромное сердце. Сердце упало, преградив путь к горному ручью и окаменело. Я скинул несколько видео, фото своим ребятам, друзьям, кто никогда тут не был. Они мне говорят, ничего себе, это у вас там так красиво, так круто. Мы даже понятия не имели. Поэтому я такой, я думаю, что я рекламу здесь, в Адыгее, сделаю серьезную, когда видео выпущу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok